Во-первых, очень приятно пообщаться с фигурой Николая Семеновича Голованова, такой значимой для русской культуры. И вот я первый раз сегодня, открыв этот буклет, осознал, что годы жизни Голованова точно совпадают с годами жизни Прокофьева. Между прочим, фотография Голованова с Прокофьевым тоже есть в этом буклете. И как-то вот, да, два представителя русской музыкальной культуры, жившие совершенно в одно и то же время, но абсолютно раз. И лишний раз поражаешься вот такой многоканальности русской культуры, многослойности и ее, так сказать, ветвистости. Действительно, Голованов – крупнейший дирижер, который, что очень важно, истоки своего профессионализма получил в церковной духовной среде, в Синодальном училище, где его, среди учителей его были и Чесноков, и Костальский, и ученый Смоленский, и многие другие. Вот. И он теснейшим образом был связан с церковной музыкой на протяжении всей своей жизни. Написал очень много духовных сочинений, но при этом был еще и абсолютно светским музыкантом, дирижером театра, в том числе в Большом театре, пианистом, композитором. Ну, это очень важная тема, потому что ничто не стоит на месте, все разбивается. И вот, между прочим, сам Голованов, он вышел из среды вот этой новой церковной музыки. Все же мы знаем в истории церковной музыки и не только католической, и лютеранской, но и православной были очень значительные моменты изменений, наступления новых эпох, и вот в том числе эта новая волна, начало 20 века, рубежа 19-20 веков. Так что хотелось бы, чтобы эта традиция не просто сохранялась, традиция всегда должна развиваться и продолжаться, и обновляться. Иначе она не традиция, а просто вот нечто такое музейное. Его дом – это почти что музей, с одной стороны, потому что там все навеяны культуры Серебряного века, и картины Нестерова, и рубили, они не картины, а рубили такие скульптурные, такие воплощения примерно такие же, как в Абрамсово. И все это так перемежается одно с другим. Вот эти картины на стенах, рояль, за которым они сами, Антонина Сергеевна, исполняли вместе, произведение, и шкаф, в котором хранится огромное количество портитур. Речь-то так вот серьезно заходит только в недавние, ну где-то последние 10-15 лет, а до этого, ну, дирижер, понятно, вот, а больше, так сказать, личность его, в совокупности его разнообразных таких увлечений, она мало была раскрыта. И вот писал диплом у нас Гриша Королев, который тоже сейчас известный как дирижер уже в консерватории, он закончил, выступал как теоретик, закончил консерваторию как дирижер, вот, и вот он писал дипломную работу как раз о симфонических работах Николая Семеновича, почему? Потому что он на партитурах своих, он помечал, и он работал с ними, с партитурами чужих авторов, да, вот, он работал с ним, поправляя и добавляя различные штрихи, которые он считал, так сказать, улучшают оркестровку и некоторые купюры дополнял, и поэтому его партитуры просто как книга читаешь, потому что там все исчерпано его красным, синим или каким еще карандашом. Уникальная совершенно личность, достойное внимания, достойное изучение, и более подробного, я думаю, откроются еще какие-то слои его жизни, его деятельности. В заключении, я должен сказать так, конечно, всего рассказывать очень трудно, но его это не стоит. Вообще, мы, когда сказали, что речились, так можно выразиться, всегда в театре, если у вас будет желание послушать, приходите там, и станем более, так сказать, убедительно и красноречиваться. АПЛОДИСМЕНТЫ